Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об артисте, которую современники называли «Душа певицы». За этим определением кроется гораздо большее, чем простое признание слушателей в любви. Ведь она в полной мере разделяла со своим народом и радости, и душевную боль, и великие победы, и тяжелые испытания. Ее имя – Лидия Андреевна Русланова. Лидия Русланова – это псевдоним. Ее настоящее имя по одним данным Агафья, а по другим – Прасковья, а фамилия – Лейкина. Она родилась в бедной крестьянской семье в маленькой деревушке в Саратовской губернии. Когда девочке было пять лет, отца призвали на фронт, ведь разразилась русско-японская война. Ее мать вынуждена была устроиться на терпичный завод, где проработала недолго и от непосильного труда вскоре умерла. Девочка осталась вместе с братьями и сестрами на попечении бабушки. Они жили очень бедно, и чтобы хоть как-то прокормиться, бабушка ходила с этой оравой малышни по деревням, где они пели, где за копеечку, а где за кусок хлеба. И именно тогда будущая певица научилась выжимать слезу и петь с чувством для людей, которые кидали эти медные пятаки и копейки. Когда умерла бабушка, дети фактически остались на улице. Но однажды, по счастливой случайности, на них обратила внимание богатая вдова одного из участников русско-японской войны. Ей так понравилась маленькая Прасковья, что она захотела принять участие в ее судьбе и пристроила девочку и ее маленьких братьев и сестер в приют. Но крестьянских детей туда не брали, и тогда она придумала ей благородное имя – Лидия Русланова. С этим именем девочка и пошла дальше по жизни. Воспитатели быстро обратили внимание на то, как здорово девочка поет, и отдали ее в церковный хор. И там она как-то сразу завоевала популярность. У нее был замечательный, сильный и очень высокий голос. Ее так и звали – сирота. И скоро горожане уже знали, что сегодня на службе или на литургии будет петь сирота. Ее выступления собирали сотни людей. В городе так и говорили – пойдем сегодня на сироту. И эта популярность однажды здорово ей помогла. В город с концертами приехала премьерша тогдашней императорской сцены Надежда Плевицкая. И маленькая Лида не спала всю ночь. Она мечтала попасть на ее концерт, потому что где-то, когда-то она уже слышала ее песни с пластинок. Но денег у нее не было совсем. И, не надеясь, в общем-то, ни на что, она просто пришла к этому залу дворянского собрания и встала перед строгим швейцаром и тихим голосом попросила его – «Дяденька, пустите меня, мне очень надо». Но, глядя на эту маленькую оборванную девочку, швейцар и не думал ее пускать. А потом неожиданно посмотрел на нее и спросил – «А ты не сирота ли из церкви?» «Да», – сказала Лида. «Ну, проходи, тебе надо туда. Только иди на галерку, там забейся под стулья, чтобы тебя никто не видел. Иначе плохо будет и тебе, и мне». Она так и сделала. И практически весь концерт просидела, скорчившись калачиком, под стульями. Она все здорово слышала, но почти ничего не видела. Однако запомнила этот концерт на всю жизнь и всю жизнь считала Надежду Плевицкую своей учительницей. «О, проходи, слушай, пони, пони, укрюмая стоит, Обнимай, ты, дочь, бояться, любай, тихо давай». «Светит, светит, светит, светит ясный, светит белая заря. Светит и пути дорожные, вот сюда, Сашина, ты вора. Я пошел бы к нашим гостям, но не знаю, где ты ее. Попоросил и под рука петью, боюсь, Сашу, ты он собьет. Попоросил и под рука петью, боюсь, Сашу, ты он собьет». Когда Лидочка чуть-чуть подросла, она стала петь в богатых домах для купцов или каких-то зажиточных горожан. И на нее обратили внимание. И отдали ее работать на мебельную фабрику, где она все смены напролет пела своим подругам. Они были так восхищены ее пением, что однажды даже устроили ей первый сольный концерт. «Богатые девушки, закрыв муфтой меховой, носу, говорят, фи, от нее пахнет палитурой. Ну, я смеялся, говорю, я сейчас вам спою, и будет пахнуть лесом, полем, духами, чем хотите, цветами». В 2014 году, как известно, начинается Первая мировая война. Однажды Лида пела на перроне для солдат, которые возвращались с фронта, для раненых. И сердце ее прониклось такой жалостью к этим людям, что она набралась смелости, подошла к офицеру и сказала «Дяденька, возьмите меня с собой, да что ж ты будешь делать? Ну, помогать буду, может, перебинтую кого, или песенку спою, утешу». И так она уехала с этим эшелоном на фронт сестрой милосердия, как делали тогда многие, даже великие книжные, как мы знаем. Там же на фронте в 2016 году Лида отчаянно влюбляется в офицера по фамилии Степанов. Она очень скупо вспоминала о нем всю жизнь, и тому есть причины. Они сыграли свадьбу и даже в 2017 году перебрались в Петроград. Но Степанов скоро увлекся цыганкой, которая жила неподалеку, и Лида отчаянно страдала. К тому же она ждала ребенка и вскоре родила мальчика. А потом грянула революция. Может быть, потому что Степанов был офицер, а может быть, просто потому что он разлюбил Лиду к тому времени. Но однажды она пришла домой и не застала дома ни мужа, ни сына. Она искала его потом долго, много лет, но так никогда и не нашла и не узнала. Ничто стало с ее первым мужем, ни с сыном. С того момента, когда она оказалась на фронте сестру Милосердия, она не переставая пела для солдат. Это лучшее, что у нее получалось. В ее песне воины находили утешение. И она продолжала это делать, и даже после того, когда развелась с мужем, она постоянно колесила по России. Революцию она встретила в Ростове-на-Дону, где пела для солдат армии Буденного, для Первой Конной. В память всех погибших бойцов Первой Конной! Именно с того времени знаменитый маршал Семен Михайлович Буденный влюбился в голос Руслановой и очень часто посещал ее концерты. Кстати, в это же время там, в кабаре «Гротеск», работал известный в будущем композитор Дмитрий Покрас. И там же он сочинил марш для Первой Конной. Помните, мы красные кавалеристы и для нас. Правда, злые языки утверждают, что до прихода Красной Армии в город Покрас пел ее совсем по-другому. Мы белые кавалеристы и для нас. Но факт остается фактом, песня родилась в Ростове-на-Дону. Мы красная кавалерия, и про нас. Мы ледники, и чистые ведут рассказ. О том, как ночи ясные, а том, как и династы. И что нам не смело пойдет? В 19-м году она знакомится с чекистом по имени Наум Наумен. И вскоре становится его женой. Это был интересный человек, в прошлом артист. И он был представлен к Лидии Андреевне как охранник. Потому что она много ездила по фронтам, и ей было нужно какое-то сопровождение. Когда гражданская война закончилась, она вместе с новым мужем поселилась в Москве. Наумен, несмотря на свою жестокую, в общем, профессию, чекиста, очень увлекался книгами и антиквариатом. И привил эту любовь своей молодой супруде. Русланова вспоминала, что вместе они ходили на Маховую, где тогда собирались бутинисты. И она покупала там какие-то старые книги. Однажды ей повезло, и она купила даже подшивку журнала «Современник» с автографом Пушкина. А в другой раз – невообразимо. Одно из первых изданий «Радищева» – «Путешествие из Петербурга в Москву». Это книга, которой сегодня нет цены. Осталось буквально дюжина экземпляров. Знаменитый книжник, куплетист и коллега Русланова Смирнов-Сокольский, страстный коллекционер, вспоминал, как однажды его жена с обидой сказала, «У меня опять концерт в Кремле, а мне нечего надеть. Ты тратишь все свои деньги на книги». На что Смирнов-Сокольский сказал ей, «А ты надень на шею первого издания «Радищева» «Путешествие из Петербурга в Москву». Дороже его ничего нет. Действительно, сегодня эта книга стоит миллионы. И совсем не рублей, а долларов. Вот такое хобби появилось в совсем молодом возрасте у Лидии Андреевны Руслановой. А ведь она была совершенно необразованная. Она едва закончила четыре класса. Но она понимала, что ей необходимо знания. И постоянно добирала их, очень много читала. Ходила в театры, на концерты, в музеи. «На дно морское, я поднимусь на глаза. И я все дам тебе земное. Лишь только ты, люби меня». В 1923 году Лидия Русланова записывает несколько песен на пластинку. И вскоре эти песни начинают транслироваться по радио. Не знаю, в это ли время или чуть позже, но их услышал в далеком Париже сам Федор Иванович Шаляпин. В письме к своему другу, конферансе Менделевичу, он писал. «Вчера вечером слушал радио, поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась. Я только тогда заметил, что реву белугой». И вдруг рванула старая саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. «Все детство передо мной встало». Объявили, что исполняла Лидия Русланова. «Кто она? Крестьянка, наверное? Талантливая. Если знаешь ее, передай от меня большое русское спасибо». Русланова действительно была настоящим русским самородком. И никогда специально пению не училась. Хотя некоторые биографы утверждают, что несколько лет в консерватории она провела. Но подтверждений этому никаких нет. Она пела чувством, душой. Как вспоминали много лет спустя Людмила Зытина или Ольга Вранец, ее ученицы. Она учила их петь так, чтобы трогать сердце. «Чтобы ямщик у тебя замерз», с улыбкой говорила Лидия Андреевна. Лидия Русланова действительно очень быстро завоевала поклонников. Но, конечно, в прессе 20-х годов можно часто встретить какие-то ругательные статьи. Ее называли и «нелепой пейзанкой», которая эксплуатирует крестьянский стиль. Смеялись над ее псевдо-простонародной речью. К тому же тогда у нее была конкурентка на эстраде, которая тоже пела народные песни. Забытая совершенно сегодня певица Ольга Ковалева. И она часто нападала на Русланову, хотя потом, много лет спустя, они подружились и тесно общались. «Разлилась волка широка, милый мой теперь далеко. Ветерочек и парус звонит, Ах, разлуки, а ты сердце стонит!» На излете НЭПа в 1928 году Лидия Русланова разводится со своим мужем Наумом Науминым и встречает свою новую любовь популярного конферансье Михаила Гаркави. Это была очень странная пара. Огромная 120-килограммова Гаркави и тоненькая маленькая Лидия Русланова. Но они сошлись на почве любви к антиквариату, на почве любви к старинным книгам. К тому же Гаркави был большой шутник, мастер розыгрышей, и Русланова импонировала это. Ей надо было забыться. Очередной развод не внес радости в ее жизни. А тут Гаркави, любитель пошутить, любитель анекдотов, застолий. И она счастливо прожила с ним много лет. Об их гостеприимном доме знала вся Москва. Вспоминают, какие застолья закатывала Лидия Андреевна, какими пирогами почивала своих гостей, и как мастерсти солировала за столом. Несмотря на то, что, как я уже говорил, она была совершенно необразованным человеком, но вот эту эрудицию, которую она наработала за долгие годы, эти сотни книг, которые прочитала, сделала ее просто великолепной ведущей любого застолья. Она сходу подхватывала любую тему. Отлично разбиралась и в книгах, и в театре, и в кино, а уж в живописи разбиралась лучше любого искусствоведа. Рассказывают интересную историю, что однажды ее сосед, известный конферансье и рассказчик Владимир Хенкин, приобрел картину, якобы Тропинина. И якобы на ней был изображен Иван Андреевич Крылов. Он позвал свою соседку, они жили в одном доме, в Лаврушинском переулке, в знаменитом писательском доме. Он поднялся наверх и позвал Лидию Андреевну взглянуть на приобретение. Вот смотри, Лида, Тропинин, портрет Крылова. Руслановой хватило двух минут. Она посмотрела и сказала, ну, что не Тропинин, то, положим, каждый может ошибиться. Но и не Крылов. А кто же удивился Хентин? Щептин? Щептин, Володя. Был у тебя в прошлом такой коллега. Помимо книг, она стала страшным коллекционером живописи. К началу войны у нее была коллекция, состоящая из более чем ста полотен и только русских художников. Никаких заграничных мастеров она не признавала принципиально. Сиросая, здесь привет! Эх, у меня смелого нету! На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, в какой-нибудь разенятом ее миленочка! Популярность Руслановой к 30-м годам на пике. Она гастролирует по всему Советскому Союзу, от Сахалина до Белого моря. Вместе с ней ездит Михаил Гаркави. Эта пара тогда очень знаменита. Она получает такое количество денег, что, как рассказывают, хранит их в мешках. Вот они и приобретают живопись, автомобили, ковры, драгоценности. Много лет спустя ей припомнят эту роскошь и богатство. Но пока Русланова царит на советской эстраде. Рассказывает, что в то время ей простил дерзость сам Сталин. Однажды Лидию Андреевну, по легенде, пригласили в Кремль. Была середина 30-х годов, и в Поволжье, откуда она была родом, бушевал голод. Она выступила перед Сталином и его приближенными, а потом вождь народов махнул рукой и пригласил ее к столу. Угощайся. Она посмотрела на виноград, на роскошное явство, и сказала, «Да я-то сыта, а вот родню бы мою в Саратове накормить». Вождь усмехнулся в усы и сказал, «Рэщи и ста». С тех пор он ее в Кремль никогда не приглашал, но обиду, как видно, затаил. А вот еще одна история. Рассказывают, что однажды Лидия Андреевна выступала на вечере в посольстве одной из европейских держав. И якобы после концерта к ней подошла жена посла с подарком, пакетиком нейлоновых чулок. Русланова едва взглянула на презент, взяла его двумя пальцами и сказала, «Негоже русской артисте такие подарки дарить». Тут же передала это горничной, которая подавала ей шубу, и на глазах у супруди посла дала горничной сто рублей на чай. Знай, мол, наших. Но когда вспыхивает советско-финская компания, а за ней начинается и Великая Отечественная война, певица, не раздумывая, отправляется на фронт петь для бойцов Красной Армии. Вместе с ней едет и ее муж Михаил Гаркави. За годы войны Лидия Русланова дала более тысячи концертов на всех фронтах. В 1942 году во время одного из выступлений для бойцов Первого Белорусского фронта Лидия Русланова познакомилась с генералом Крюковым. Это был старый военный, который начал свою карьеру еще в Царской армии. И тогда, кстати, познакомился с будущим маршалом Жуковым. Он был его друг с юных лет, а впоследствии стал верным соратником и на фронтах Великой Отечественной. Как ни странно, хотя Руслановой уже за сорок, это была настоящая любовь, которую, возможно, она до этого никогда и не испытывала. Она влюбилась словно девчонка и вспыхнул страшный роман. Первое время она старается скрыть его от своего мужа Михаила Гаркави и, как вспоминают очевидцы, иной раз даже подпаивала его специально, чтобы он оставался спать где-то в землянке, а сама в это время прогуливалась под луной с генералом Крюковым. Но Лидия Андреевна была по характеру женщиной прямой. Ее обвиняли в чем угодно, но никогда не обвиняли в каких-то тайных интрижках. На закате ходит парень возле дома моего, помрыгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, зачем он мрыгает? Зачем он мрыгает? Зачем он мрыгает? мрыгает? Как приду я на гулянье, он танцует и поет. Не в характере Руслановой что-то скрывать. И через несколько недель она решается открыться Гаркаве и объясняется с ним. Говорит, что влюблена в генерала и хочет связать свою жизнь с ним. Гаркаве расстроен, но отдать ему должное он не строит никаких козней, и они на всю жизнь сохранят теплые и дружестые отношения. В 43-м году Русланова и Крюков поженились. Как вспоминают, это были действительно очень теплые и нежные отношения двух взрослых людей. Вместе с генералом в 45-м году она оказалась в Берлине. И 2-го мая 45-го года, за неделю до официальной капитуляции Германии, Русланова поет на ступенях поверженного Рейхстага. В Берлине, в дни победы, на фоне горящего Рейхстага мы давали концерт. Как торжественно было на душе. Кругом ликование, радостные лица, и вот я выхожу на сцену. А сцена – это крыльцо дымящегося Рейхстага. А в городе еще раздавались выстрелы, слышалась канонада, и один из офицеров тянулся к ней. Лидия Андреевна, пригнитесь, вас же могут задеть. На что она гордо ответила? Чтобы русская песня немецким бомбам кланялась. Да не бывать этому. Апофеозом этого концерта стало исполнение знаменитой песни из ее репертуара «Валенте». Песня эта вообще-то звучала еще на дореволюционной эстраде и была известна в исполнении цыганской примадонны Насти Поляковой. Но Русланова сделала ее по-своему, задорно, по-русски, не по-цыгански. И эта песня до сих пор ассоциируется именно с ней. Перед тем, как объявить песню «Валенте», Русланова хитро поглядела на бойцов и сказала, а сейчас я спою «Валенте». Они хоть не подшиты, стареньки, а дошли до Берлина. «Валенте» После этого концерта маршал Жуков подписал приказ о награждении Руслановой орденом Отечественной войны первой степени. Это была очень высокая награда в те времена. «Валенте» После победы Лидия Русланова недолгое время живет в Берлине, потому что ее муж является одним из руководителей комиссии по вывозу трофейного имущества. Им платят колоссальные деньги, зарплата в немецких марках, и они позволяют себе купить и несколько автомобилей, и какую-то роскошную одежду, мебель. «Ой, полна, полна коробушка, Русланова уезжает в Советский Союз, продолжает гастролировать, записывать пластинки, а Крюков остается в Германии. Неожиданно в 1947 году в правде выходит правительственный указ. Для Русланова это полный шок. Ее лишают ордена Отечественной войны. В приказе говорится, что маршал Жуков проявил волюнтаризм и наградил этих артистов ни за что. Орден у нее отбирают, но до настоящей катастрофы пока далеко. Летом 1948 года в Казани Лидию Русланову арестовывают. Прямо в гостинице перед началом концерта. В народе ходят разные слухи. Кто-то говорит, что ее арестовали за то, что где-то выступая, где-то на окраине Советского Союза, на Сахалине, она якобы спела антисоветскую частушку. Другие говорят, что они идут по трофейному делу, что, мол, Русланова вместе с ее генералом и другими высотими военачальниками вывезли из Германии эшелоны добра. Но на самом деле Русланову и ее мужа арестовали из-за близости к маршалу Жукову. Сталин боится его популярности, растущей популярности. Сама Русланова называет его в подмостках своих концертов Георгий Победоносец. И Сталин, уже стареющий тиран, боится этого, боится, что его сместят, и Жуков придет на его место. И он разворачивает беспрецедентную кампанию. Все окружение Жукова оказывается арестованным. Более 40 генералов. А вместе с ними их жены, близкие и приближенные не обходят это участи Русланова. Ее арестовывают, отвозят сначала на Лубянку, где допрос следует за допросом. Говорят, что ее жестоко били, что шантажировали. Приводили в комнату всю залитую кровью и говорили, что здесь только что был ее муж. От нее требовали отдать драгоценности какие-то немыслимые. У нее конфисковали все имущество, все 132 картины, костюмы, мебель, автомобили. Список внушительный. Но все это на самом деле было честно заработанное. Русланова ничего не украла и никаким мародерством никогда в жизни не занималась. На улице дождик с ведра поливает, с ведра поливает, землю прибивает. Вслед за ней был арестован и ее муж. Как вспоминает дочь генерала, якобы Крюкова пытал лично Абакумов. И он цеплял за него металлические кошки, вырывая кусти мяса. Это были нечеловеческие пытки. И Русланову шантажировали, что ее муж будет убит и замучен. Она думает недолго. Она тут же отдает свою шкатулку с драгоценностями, которые хранила у бывшей домработницы. Ей ничего не жалко, потому что она любит этого человека и хочет спасти его. Конечно, она подписывает какие-то нелепые обвинения. И ее отправляют в ладерь, в озер Лак, в Тайшет, на север. Артисты Руслановой больше нет. Есть заключенная под номером 5830. И по вековая над рекой стоит Песня мутовая в далеке звучит. Лук покрыт туманом, словно пельной. Песня мутовая в далеке звучит. Песня мутовая в далеке звучит. Здоровье ее очень подорвано. Даже ладерные врачи признают, что она не может быть на общих работах. Ее определяют в артистическую бригаду. Но характер-то сохранился. И когда к ней приходят и говорят, что завтра у вас будет концерт, вы будете петь для ладерного начальства, Русланова пробует отказаться. Якобы произносит свою знаменитую фразу. Соловей в клетке не поет. Несмотря на то, что Русланова выступает в артистической бригаде, в ладерной самодеятельности, здоровье ее ухудшается. Она переносит несколько воспалений легких, обостряются хронические заболевания. И после концертов, замерзая в ладерном барате, она не знает, доживет ли до завтрашнего дня. Но жители окрестных сел каким-то чудом узнают, что в ладере в Тайшете содержится знаменитая певица Русланова. Они ручейком начинают тянуться к ладерным воротам, каким-то образом передавать ей, кто яичко, кто хлеб, кто еще что-то. Как-то стараются поддержать ее, помочь ей. И ладерному начальству эта популярность совсем не по душе. Они находят какой-то предлог и высылают ее из озер Лага в знаменитый Владимирский Централ. Где режим еще серьезнее, гораздо хуже. И остаток срока Русланова сидит во Владимирском Централе. Кстати, вместе с ней сидит и артистка Зоя Федорова, и жены известных политиков, мужья которых были осуждены по ленинградскому делу. Но Русланова каким-то образом собирается с духом. Она даже находит все силы поддерживать Зою Федорову, которая совсем, кажется, потеряла силы и находится на грани самоубийства. Поддерживает и других заключенных. Где-то песней, где-то шуткой. А потом наступает 1953 год и умирает Сталин. А Пала Жукова снимается. Он снова занимает солидный пост. Становится министром обороны. Жуков понимает все и прощает, что Крюков после этих нечеловеческих пыток подписал все-таки обвинения. Он понимает, чего это стоило ему. И прощает бывшего сослуживца. Вызволяет его из ладеря. А след за ним и Русланову. Оказавшись на воле, она приходит в свою квартиру. А квартира занята каким-то чекистом. И ей некуда идти. Она идет к соседям, к жене писателя Виктора Ардова. И там живет первое время. И отдать ей должное. Первое, что она делает, оказавшись на воле, она пишет письмо с просьбой освободить своих коллег, которые оказались в тюрьме из-за ее признания, которые из нее выбили. Там оказались баянист, который много лет сопровождал ее и на фронте, и в других гастрольных поездках. И знаменитый конферансье Алексеев, тот самый, который создал когда-то кабарай Кривой Джимми. Русланова не выдержала пыток и была вынуждена подписать обвинения против них. И она пишет в этом письме, в этой просьбе, не знаю, на имя прокурора или на имя Жукова, что эти люди оказались в тюрьме из-за того, что я оговорила их. Осенью 1953 года Лидия Русланова решается дать свой первый концерт. Этот концерт состоялся на одной из самых престижных площадок в зале Чайковского в Москве. Очевидцы рассказывают небывалые вещи. Концерт она давала вместе с оркестром Осипова. Вышла на сцену, а за ней расположился оркестр. Зрители встретили овации. Оркестр заиграл вступление. Она попробовала петь и не смогла. Комок встал в горле. Оркестранты все поняли, взяли паузу, повторили снова. И Русланова снова не смогла вступить вовремя. И тогда зрители в зале, понимая, чего стоит певица это первое появление на сцене, как один стали вставать ряд за рядом и аплодировали 20 минут, пока она не успокоилась и не запела. Но все миновало, и я подвинутся молодца сковарь, с золотым колецом. Конечно, голос своего, может быть, звучал уже не так. Но зрители ей прощали все. Сами подумайте, пять лет ладерей, 12 воспалений легких, полностью подорванное здоровье. Но она старалась, она выкладывалась. И у нее получилось. Зрители приняли ее, вспомнили свою любимую Русланову. Она вновь начинает гастролировать, ездит по всему Советскому Союзу. Правда, выступать на каких-то очень престижных площадках ей удается редко. Но песни ее снова звучат по радио, запрет снимается. И на первые гонорары Русланова покупает автомобиль. Потому что ее муж, Владимир Крюков, он пришел из ладерей абсолютно больным человеком. Он пережил несколько инфарктов там. Его жестоко били, как я сказал. И хотя его восстановили в звании и позвали обратно на работу, вернули все награды, это уже не тот бравый военный. И она сказала, пусть у меня не будет ничего. А в доме их еще не было даже самого необходимого, даже посуды. Но первое, что она купила со своих гонораров, она купила автомобиль. Кстати, Крюкову не только вернули все звания и награды. Руслановой вернули практически все конфискованное. Из 132 картин ей вернули 103 картины. Остальные пропали неизвестны где. Некоторые вещи Русланова потом встречала в домах своих знакомых. Скажем, она оказалась в гостях у жены Сергея Михалкова, Натальи Кончаловской, и неожиданно увидела буфет. Она подошла к нему и сказала, «Наташа, а где ты взяла его?» Та призналась, «Да, купила в распределителе, где продают вещи осужденных. Так это шмой. Ну, хочешь, откупи», сказала Кончаловская. И Русланова откупила его. Он до сих пор стоит в ее квартире в Лаврушинском переулке. Русланова выступает, Русланова гастролирует, но здоровье ее мужа с каждым днем становится все хуже. Слишком многое он пережил в ГУЛАДе. И в 1959 году Владимира Крюкова не стало. «Над твоей могилой Соловей поет Соловей поет Непонавековой Десной Просветет» Как только это случилось, она отменила все концерты и больше года не пела. Она просто не могла прийти в себя. Вытянула работа и любовь к приемной дочери, дочке генерала Крюкова Маргарите. Свой последний концерт Лидия Андреевна по иронии судьбы дала в Ростове-на-Дону, в том городе, где когда-то в 20-х начала свою профессиональную карьеру. Летом 1973 она выступала на стадионе. И публика приветствовала ее овациями. В завершении концерта ее даже провезли несколько раз вокруг стадиона на автомобиле. И она приветствовала всех собравшихся, много тысяч человек. Никто не мог подумать, что это последний концерт певицы. Осенью того же года она умерла в своей квартире от сердечного приступа. Врачи потом сказали, что на ее сердце было семь шрамов от перенесенных инфарктов. Вот такая история судьбы артисты, которую современники называли не иначе, как душа певицы. Вот мчится тройка удалая, а вдоль подорожки столбовой, и колокольчик дарволдая, звенит уныло под дугой. Ямщик легкой, он стал спал ночи, а ему сгрустнулась в тиши, и он запел проясный «Отчи» про «Отчи» девицы на душе. Вы «Отчи» «Отчи» «Голубые» в сокрушении молодца. Зачем, зачем? О, люди злые, в их разрознили сердца. Теперь я горько сиротина. И вдруг взмокнул под тем, под трем, как тройкой тешим вздяк, плетина сам заливался, он лезон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...